Здравствуйте! С вами программа «Телезащитник». В ней мы помогаем разбираться в вопросах, которые поступают от наших телезрителей. В программу «Телезащитник» обратились жители Ухты. Здесь сложилась необычная по меркам нашей республики ситуация. Горожане абсолютно довольны качеством работы своих товарищей, собственников жилья и управляющих компаний. Вместе с тем, в последнее время наметилась странная тенденция по переводу многоэтажек в управление новыми юрлицами. Сейчас неразбериха с управленцами жилфондами особенно чревата, ведь в летний период жилфонд должен быть качественно подготовлен к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону. Что же такое происходит? Разбираемся! Мы в конце февраля-марте проголосовали большинством голосов за выбор новой управляющей компании. С ними очень серьезные такие планы построили, все просчитали. Вот буквально за пару месяцев успели поменять все окна в подъездах. Уже, да? Уже, да. На пластик? На пластик. Сейчас с видеонаблюдением вопрос решается. Практически сделано в трех подъездах новый ремонт. Там в подвале кучу всего уже пришлось переделывать, причем не запланировано. Им интересно вдруг как-то влезть, пусть уже разбираются соответствующие органы. Директор управляющей компании, которую мы действительно выбирали, председатель дома, они, насколько я знаю, все эти документы отправили. Они, как минимум, в главную по УЖКХ в Сыктывкаре организацию обращались, не помню название. И, насколько я знаю, то ли в суд, то ли в прокуратуру. А есть ли какие-то уже движения с точки зрения расследования? Оно свеженькое, это же механизм-то не быстрый. Не так давно нас, как обухом по голове, мы узнаем, что у нас появилась, оказывается, новая управляющая компания. А они предлагают какие-то более выгодные условия? Их даже представителей не было на Думе. То есть не с кем общаться и вообще, то есть голосования как такового не было. Раскидали бюллетени без всяких объяснений по почтовым ящикам. То есть говорят, что якобы набрали 51%. Но по факту, я думаю, что это нереально. Скорее всего, тут что-то нечистое. Это пускай уже на самом деле правоохранительные органы разбираются. Потому что мы, в свою очередь, когда проводили голосование с нашей управляющей компанией, с которой мы сейчас плотно, тесно работаем, во-первых, у нас было собрание здесь, в управляющей компании. В очном режиме? В очном режиме. То есть у жильцов какие-то были вопросы. А вопросы всегда есть, пожелания есть, какие-то моменты. То есть управляйка вам глаза в глаза пообещала то, что она готова сделать? Глаза в глаза. Приходил директор, приходили представители управляющей компании. Мы какие-то вопросы даже здесь порешали, какие-то пожелания. Жильцов много, квартир много. То есть старались учесть все интересы. Никита, почему вы решили так много всего сделать для жильцов в рамках текущего ремонта? Во-первых, мы дом взяли недавно под управление. У нас согласованы перечень и виды работ. Дом, как такая компания, мы молодая. Доказать и показать свое выполнение работ сразу же, чтобы люди видели, что мы работаем. Проводим, согласовываем, общаемся с советами. И после этого проводим собрание. Люди принимают решения и уж дальше потом доказываем им, что вот это было все не зря. То есть они проголосовали за большой тариф, и мы выполняем эти работы. Ну, я тогда предлагаю посмотреть, а вы нам расскажете, что уже сделано. Мы осмотрели подъезды. Здесь вовсю кипит работа штукатуров и маляров. На лестничных клетках деревянные фрамуги, служившие свыше 30 лет, заменены на удобные и сохраняющие тепло стеклопакеты. Лифты изнутри обиты и покрашены, так что выглядят как новенькие. Этот дом, по сути, является образцом управления. Жильцы, совет дома и управляющая компания. Таким образом можно обеспечить и прозрачность, и эффективность расходования средств собственников, как жилых, так и нежилых помещений. И, кстати, редкий случай для нашего Сыктывкара. Здесь, в Ухте, по просьбам жильцов, управляющая компания еще и заменила в рамках текущего ремонта почтовые ящики. В девятнадцатом доме проезда дружбы ситуация схожая. Домом, которому несколько десятилетий, одновременно занимаются две компании. Чем вам нравится вот ваша нынешняя компания? И что вас не устраивает в той, которая вам себя предлагает? Эта компания ничего. Они нам и снег зимой чистили, убирали, подметали вот как, ну, крылечки, снег убирали. Ну, нас это устраивает. А действительно ли часть жильцов уверяют, что не подписывали бюллетень в пользу новой компании? Это да, это правда. Вот Людмила Петровна, ее вообще не было даже в Ухте, а у нее бюллетень подписан. Ну, как это может так быть? Будем до конца. Мы с вами сейчас около дружбы девятнадцать. Я так понимаю, что этот дом изначально был ваш, а теперь под вопросом? Да, ситуация аналогичная, как на Ленина двадцать восемь произошла. Тоже провели собрание, появился непонятный протокол, к нам обратились собственники этого дома с темой того, чтобы помочь, чтобы дом остался в нашей управляющей компании. А вы сколько управляете этим домом? Этим домом мы управляем полтора месяца. Что-то уже успели сделать? Пока нет, потому что только при переходе дома появился протокол, непонятная еще дальнейшая судьба. То есть у нас есть планы на этот дом, запланированы работы. В первую очередь, по-моему, на этом доме это оголовки, да, надо ремонтировать оголовки. Также есть обращение собственников, у нас уже поступило по пиловке, по своду деревьев, тополей на данном дворовой территории. Вот как-то так. А вы узнали, так понимаю, от самих собственников о том, что кто-то новый приходит? Да, в первую очередь нам собственники принесли, подняли вопрос, вообще проводим мы какое-то собрание. Мы стали выяснять, получается, то, что были в почтовых ящиках раскиданы бюллетни новой управляющей компании. То есть очного собрания не было, по словам жильцов? Да, не было. А вы перед тем, как предложить свою компанию, вы с людьми встречались очно и рассказывали им, в чем преимущество взаимодействия с вами? Этот дом был очень такой тяжелый, один из тяжелых домов. Они долгое время не принимали никакое решение. Мы выходили сюда летом прошлого года, после чего, после Нового года, только нам собственники, активная группа обратилась. И мы уже согласовали с ним перечень и провели собрание. Ну, сейчас вы продолжаете обслуживать этот дом? Да, на данный момент продолжаем обслуживать этот дом, потому что мы не согласны с решением службы. И на данный момент оспариваем решение службы. А квитанции они сейчас получают только от вашей компании или от того нового юрлица тоже? Квитанции на данный момент, ввиду того, что дом в лицензии у новой управляющей компании, мы не выставляем. Но дальше будем этот вопрос решать. Задвоение управления жилфондом и на улице Октябрьская, 34. Впервые за 45 лет жизни этой хрущевки. Было все нормально. Полгода нами управляла молодая управляющая компания. Вдруг через полгода работали, все привели в порядок, канализацию. Наконец-то наш подвал не стало заливать. Все, казалось бы, прошло полгода. Вдруг откуда-то взялась компания и начинала прессовать. И для того, чтобы был перевес в пользу той или иной компании, достаточно было магазина и нескольких буквально квартир. Когда пришла эта компания по лицензии, что они первым делом сделали? Сорвали замки с подвала, где стоит оборудование, вся теплосеть, электро- и водоснабжение. Все там. И самое смешное, что сорвали замок там, где при входе стоят уборщицы, метлы и щетки. А вот жильцы седьмого дома по улице Нефтяников, от пришедшей к ним недавно компании, отбились, выиграв в судах первой и апелляционной инстанции право сохранить ТСЖ, созданное эффективно работающей вот уже 12 лет. Решение суда о том, что собрание признать неправомерным, первичное собрание, проведенное акционером, написали, что в связи с тем, что корм был недостаточен и неправильно засчитаны некоторые бюллетени. Мы пообщались с директором компании, с которой наши герои не хотят иметь дел, и выслушали его позицию. Общие собрания жителей, которые мы проводили на квартирных домах, проходили в соответствии с действующими нормами законодательства. То есть своевременно были развешаны уведомления о проведении, да, и распространены уведомления о проведении общего собрания. Были избраны, соответственно, органы управления общим собранием. Подделки подписей, естественно, мы не осуществляем. В течение 5 лет мы наращивали свой жилой фонд. Большое количество домов пришло к нам самостоятельно. Они видели ту работу, которую мы на квартирных домах проводим. Чтобы показать, что действительно мы приходим в дом серьезно, надолго, мы проводим работы аванс. Если решение есть, мы стараемся сразу, там, в течение первого-второго месяца, значит, действия этого перечня, эти работы провести. То есть фактически мы работы эти делаем наперед. То есть мы их сделали потом только в течение года, где средства собираем. Никуда мы не собираемся уходить. Сами заинтересованы, чтобы люди, видя нашу работу, приходили к нам. Обратившиеся в нашу программу собственники жилья настроены привлечь к решению проблемы региональный орган Госжилнадзора. Герои нашей передачи, ухтинцы, попросили службу Республики Коми, Стройжилтехнадзора провести проверку в рамках своих полномочий, чтобы дать оценку произошедшей ситуации. Возможно ли это с вашей стороны? По таким обращениям служба в силу законодательства проводит проверки в обязательном порядке. И по результатам проверки принимается решение либо согласования включения дома в реестр лицензий, либо в случае, если службы будут выявлены признаки ничтожности решений общего собрания, то принимается решение об отказе управляющей организации во включении дома в реестр лицензий. В прокуратуре Коми всем нашим телезрителям, кто, возможно, оказался или вдруг окажется в подобной ситуации, пояснили, каков должен быть алгоритм действий. В соответствии со статьей 45 ЖК РФ внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть создано по инициативе любого из данных собственников. Часть 6 статьи 46, она определяет исключительно судебный порядок обжалования решения общего собрания в многоквартирном доме тоже собственникам в случае, если собственник не присутствовал при принятии данного решения, либо он с ним не согласен. И, соответственно, на вот эти действия у собственника делегировано право в течение 6 месяцев с момента того, когда он узнал, либо должен был узнать о принятии подобного решения. Оба надзорных ведомства республиканского уровня готовы провести проверку, чтобы помочь ухтинцам расставить точки над «и». А до тех пор телезащитник оставляет дома раздора на контроле. На сегодня все. С вами был телезащитник. Если у вас возникают вопросы или жалобы, обращайтесь в нашу программу. Вся контактная информация на экране. И помните, если не знаете, как поступить, поступайте по закону. А мы поможем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова